Зрительские отзывы, которые в последнее время расплодились неимоверно. На каждый фильм вы можете найти 200-300 рецензий, из них 10 профессиональных, а остальные зрительские. Есть профессия архивиста, профессия промоутера, человек, который продвигает картины. Все это достаточно близкие, но, все не менее, профессия критика отличается от них всех. Давайте начнем не с того, что я вам дам определение до того, что такое критика, а с того, что вы скажете мне, что вы вообще под этим понимаете. Раз вы пришли, то вас, наверное, как-то это интересует. Что такое критика? Так вот, наобум, если сказать. Да. А чем в таком случае отличается от киноведения? Киноведник тоже ведь старается, он смотрит фильмы и старается их осмыслить. Есть ли какая-то критика, это специфика? Я думаю, что киноведник может быть кинокритиком в достаточном, в достаточной мере. Так а все-таки чем они отличаются друг от друга? Вы хотите, чтобы я сказала, что нужно критически взглядывать на фильм? Вы хотите, чтобы я сказала, что на фильм нужно смотреть критически? Это и есть попытка осмыслить. И если человек достаточно иронично настроен, он критично смотрит на фильмы. Для того, чтобы понять, любой фильм нужно смотреть на него критично. Так, а что это значит, смотреть критично на фильм? Критично? Да. Отлично. Смотреть критично на фильм, это значит абстрагироваться от восприятия фильма как зрителя и смотреть на него как профессионал. Как он сделан, с учетом чего, насколько он соответствует поставленной задаче, есть ли в нем вообще хоть какая-то задача, хоть какой-то смысл, вообще хоть что-нибудь? Или это взгляды нечто, что вижу, то и пою? Ну, в общем, да, приблизительно мы опозначили проблему. Давайте сначала установим определенную позицию. Зрительское восприятие и критическое восприятие фильма, да? Какова цель любого фильма? Вы видите перед собой прямоугольник экрана, да? Задача режиссера в любом случае стоит в том, чтобы втянуть у вас этот прямоугольник и не позволить вам из него выйти. То есть кино субгестивно, как я говорю, кино субгестивно, оно внушает. Оно внушает вам определенные правила поведения внутри этого фильма. Для простого зрителя фильм – это универсум, это вселенная, за пределами которых ничего не существует. Более того, это не просто вселенная, это такая вселенная, в которой ничто, ни с чем практически не связано. То есть когда простой зритель смотрит картину, для него нет других картин, для него есть только вот эта картина. И она включает в себя целое мироздание. Внутри этого мироздания запрещается совершать определенные действия. Если зритель, скажем, допустим, он может связать с собой два последующих кадра, то кадры, которые разделены между собой, некой цепочкой кадров, как правило, уже в сознании зрителя не ассоциируются друг с другом. Это легко проверить по любым зрительским рецензиям. То есть зритель воспринимает фильм совершенно последовательно. То, что было в начале, то уже не помнится в конце. То, что дано в конце, то как бы остается навеки в сознании. Оно не продолжается. То есть кино устанавливает определенного рода запреты, как я говорю, на экстраполяции. На экстраполяции за пределы кадра, на экстраполяции внутри картины, то есть и логическое продление того, что вам уже дано. Ну или, грубо говоря, если, скажем, это говорить математически, но я просто в первом образовании математик, поэтому у меня есть такая склонность к математическим с ногти вопроса. Что дано в кадре, то того не требуется доказывать. Это вот первый постулат, который зритель принимает для себя. Это закон массового восприятия. То, что вам показывают, то не подвергается никому сомнению. То есть режиссер легко манипулирует вашим сознанием, предлагая вам в качестве исходных обстоятельств то, что на самом деле либо не может быть, либо внутренне противоречиво, либо не связано с последующим. Это такой обычный прием манипуляции зрительским вниманием. То, чего не дано в кадре, того не существует. То есть за пределами кадра нет ничего. Это такое правильное, нормальное массовое восприятие кинематографа. Так вот, критик – человек, который нарушает все эти законы. Для него то, что дано в кадр, подвергается сомнению. Он имеет право мысленно выходить за пределы кадра и сопоставлять то, что показано в кадре с тем, что происходит в огромной вселенной, которой кадр далеко не исчерпывается. Он вправе соотносить различные элементы движущегося зрелища друг с другом и ловить режиссера на противоречиях. Он вправе ставить вопрос о том, что было до начала фильма и что будет после его окончания. То есть человек, который смотрит фильм, он его смотрит фильм в том числе и как обычный зритель, но он в то же время постоянно совершает вот такого рода экстраполяционные действия, которые выводят его за пределы и позволяют ему включать фильм. С одной стороны, сопоставлять его с реальностью, которую вы знаете по собственному опыту. С другой стороны, он позволяет ему… Значит, фильм для него является некой точкой в культурном пространстве. Не вселенной, а именно точкой. Потому что каждый фильм – это фильм определенного режиссера, у которого до этого были фильмы и после этого будут какие-то фильмы. Это фильм, который стоит в определенном жанровом ряду. Если это, допустим, боевик, то, понятно, имеется огромная цепь боевиков. Причем в историческом смысле. То есть вы это берете и синхронно, то есть одновременно с ним существуют, скажем, другие боевики. Чем этот отличается от тех? Он что-нибудь добавляет новое в понимание, в наше понимание вот этого жанрового фильма? Или не добавляет? Что он добавляет с точки зрения диахронной, то есть с точки зрения исторической, как это было раньше и как это теперь делается в кино? Это фильм определенной страны. То есть критик, когда смотрит фильм, он понимает, что это фильм, снятый в определенное время, в определенной стране, и стал бы им что-то говорить об этой стране, о времени, в котором он снят, и о состоянии кинематографа данной страны, о состоянии умов данной страны. То есть во всяком фильме завпечатлены, по крайней мере, три времени. Это время, о котором идет рассказ. Допустим, скажем, вы снимаете фильм об истории Древнего Рима. Древний Рим – это первое время, которое есть в этом фильме. Второе время – это время, в которое производится съемка. То есть время, которое действует на самого режиссера и отображается в фильме. Еще имеется внутреннее время самого режиссера, которое тоже отображается на пленке. И когда вы смотрите картину с точки зрения архитики, вы должны понимать, что он говорит вам в истории Древнего Рима, что он вам говорит об истории той страны, в которой он снимается, что он говорит о том времени, в котором он снят, и что он говорит о внутреннем мире самого режиссера. Если вы, скажем, посмотрите любую картину сталинского времени, то, что называется классическим советским кино, то вы там поймете очень многое. Не только о том времени, которое, ну, допустим, скажем, возьмете вы фильм Петр Первый, или фильм Иван Грозный, или фильм Александр Невский. Возьмете вы, допустим, броненосца Потемкина. Скажем, броненосец Потемкин. Он снят в 1925 году, рассказывал о событиях, которые происходили 20 лет тому назад. Как он о них рассказывает? Что там происходит? Что делает режиссер с тем временем, о котором он снимает это кино? Чей заказ он при этом выполняет? С какой точки зрения он рассказывает об этом времени? Я могу чуть-чуть более подробно, поскольку мы все, наверное, смотрели броненосец Потемкин, да? То давайте вот, значит, подвергнем его беспристрастному критическому разбору. Как бы опять-таки, я прошу, значит, не принимать мои слова за безусловную истину. Вы должны сомневаться в том, что я вам говорю, и оспаривать меня тоже. То есть позиция критик, критику, он критик. То есть вы должны критиковать одновременно, вы когда вообще слушаете чью-то речь, вы должны не просто ее воспринимать как некую аксиоматику, которая вам дается. Вы должны все время ставить вопросы, ставить под сомнение то, что вам говорится. И то, что я вам говорю, тоже должно ставиться под сомнение. Другое дело, если вам удастся меня оспорить, то, значит, вы выиграете в этом споре. Если вам не удастся, вы проиграли. То же самое делает критик по отношению к фильму. Он вступает в определенного рода соревнования с режиссером. Он как-то пытается его так, грубо говоря, пытается его поймать за хвост. То есть поймать, найти как бы те тонкие манипуляции, которые он подвергает нас, для того, чтобы вставить в нас свое мировоззрение, свою точку зрения и так далее, и так далее, и так далее. Дело критика, как бы ловить его на этом. Ловить это не означает, что вы как бы его разоблачаете и сравниваете его при этом с землей. Нет, просто вы фиксируете определенного рода противоречия внутри фильма и так далее. Итак, смотрим «Брониночество Потемкин». Вы рассказали совсем подробно, что такое фиксирует, как она работает, вы не сказали зачем. Объясню. На человечество ежедневно обрушивается огромный поток визуальной информации. Эта визуальная информация, она направленная, она пытается вас сформировать. Она пытается… Нет, это не просто информация. Это информация, которая внушает вам определенные представления, определенную идеологию и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что вам внушается. Вам внушается истина или вами манипулируют. Или вам пытаются врушить некие ценности, которые вы на самом деле не разделяете, но так постепенно к ним привыкаете и начинаете их воспринимать. То есть кинематограф… То есть почему Ленин говорил, что кино для нас важнейшее из искусства? Да, по степени воздействия, и не просто, а по степени целенаправленного воздействия на зрительские массы. Кинематограф должен внушать зрителям то, что хочет власти. Гибельс говорил ровно то же самое. Он очень сильно завидовал еще мастерству советских режиссеров внушать народу свои представления. Но у них там все определенные причины, это просто не получилось. Но идея была та же самая. Кино есть мощнейший инструмент пропаганды. И вот, скажем, фильм «Броненосец и потемки» он как раз и являет. Классический, изумительно сделанный образец кинематографической пропаганды. Что это значит? Давайте посмотрим на ситуацию. С чего начинается фильм? С того, что броненосец стоит на Одесском рейде, и туда привозят червивое мясо, если вы помните. Червивое мясо. Давайте так позадумываемся на ситуацию. Вообще Одесса это край, в котором выращивают все. Это юг там растет, но на самом деле все. Каким образом червивое мясо, и для чего, и почему оно оказалось на броненосец? Вы когда смотрите картину, вы о этом думаете? Кто об этом думал? Уверен, что практически никто даже не задумывался. Каким образом, и в силу каких причин червивое мясо попало на броненосец? Это первый вопрос, который возникает. Что там было? Поставщик мяса что-то, говорит с капитаном корабля, заводил ему деньги за то, чтобы тот пальцы посмотрел на все вот это. И когда капитан покупает мясо для корабля, или там, я не знаю, шеф-повар, этим же мясом будет кормить не только солдат. Мясо-то оно покупает на весь корабль. А может быть на лучшие части берутся офицерам, это я допускаю. Но мясо-то оно одно и то же идет. Неужели капитан корабля собирался покупать червивое мясо и кормить им своих офицеров? Это как? Вы об этом думали, когда смотрели фильм? Нет, я уверен, что нет. Потому что вот звери, значит негодяи, негодяйское командование специально с какой-то сознательной целью решило накормить команду мясом. Зачем? Чтобы у всех был понос, и они бы в следующий день, что? Я не знаю, извините за выражение, обгадили весь корабль, чтобы они все заболели, не выполняли боевые задания, которые полагаются выполнять на корабле. То есть зачем это нужно было команде, то есть зачем это нужно было корабельного начальства? Ответа на вопрос нет. Я так утверждаю. Если вы считаете, что есть, вы можете взять риск и сказать, зачем капитан или кто-то там поставил на корабль червивое мясо. Есть такие люди, которые готовы мне это объяснить. И не только мне, а всей аудитории. Так, то есть это ваше предположение. Просто угасните, что это совершенно не показано, да? Этого нет. Не показано, но имеется в виду. То есть на экране вы не видите, каким образом мясо упало на корабль, и почему оно червивое. То есть поставили нормальное мясо, оно на корабле испортилось. Плохие условия хранения. То есть они что, впервые покупали мясо на корабле, они не знали в каких условиях. Условия хранится мясо или что? А, да. Так получилось. Хорошо. Моя версия, что это осознанная диверсия. Что-что? Осознанная диверсия. С чьей-то стороны? С чьей? Хорошая постановка вопроса. Начинается хаспиология. Чья диверсия? Вот чья? Вот чья большой вопрос. А как вы полагаете, автор знает, чья диверсия? Автор знает. Вы думаете? Я не сильно плохо помню. Так, смотрите, уже начинают появляться хаспиологические версии. Пожалуйста. А? Образ загнивающего капитализма. Вот, 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 вот это отлично, правильно. Вот киновед, он именно так и интерпретирует фильм. Это образ загнивающего капитализма. Красиво звучит, да? Но это если мы не прикапываемся, то есть, вот, не выясняем, да, деталей. А так сказали, образ загнивающий, и все поняли. Капитализм, на самом деле, он, может, вообще не загнивает. С мясом все в порядке, все нормально, просто режиссеру нужно было червивое мясо. Для чего? Для того, чтобы показать праведность матросского бунта. Да, что матросы были абсолютно правы, а командование было абсолютно неправо. А у матросов хорошее, да, командование, отвратительное и гадостное, да? Так, значит, дальше. Вот так, продолжаем разбор фильма. Значит, итак, матросы видят перед собой червивое мясо, отказываются его есть, да? Значит, что за это следует? Их приговаривают к расстрелу, правильно? За отказ есть червивое мясо. Это в каком, простите меня, флотском уставе написано, что за отказ жрать, да, приговаривают. Ведь моряки же, они действуют не по своему собственному правилу. У них имеется флотский устав, на котором все прописано. Как, за что наказывают, что можно, чего нельзя и так далее, да? В каком уставе прописано, чтобы за непоедание, значит, за отказ есть червивое мясо, просто, ну, не хочу, мне вообще есть, типа, не хочется, да? Их будут расстреливать. Утверждаю, ни в каком. То есть эпизод абсолютно взят из потолка. То есть Эйденштейн понимает, что это очень эффектно, да? Взять, да, да, взять вот за такую сущую безделку, значит, и наказать расстрелом. Это следующий пропагандистский шаг. То есть чудовищная жестокость царской власти, да? Надо ее подчеркнуть, надо ее показать загнивающей капиталью, страшно еще жестоко к тому же. Это совершенно четкая пропагандистская задача, он ее четко выполняет. Да, приговаривают к расстрелу. Дальше. Как вообще-то на флоте вообще говоря не расстреливали. Вообще говоря, вешали, в принципе-то. Вешали там зачинщиков, бунтов, вздергивали на рею. Классика. В огромном количестве фильмов вы можете видеть вот эту процедуру. Да? Нет, не годится. Как-то слишком легко и долго показывать, пока их будут всех вздергивать. Это я совершенно размышляю. Давайте мы сделаем так, чтобы их всех скопом расстреляли. Так, каким образом? Значит, вы помните эту сцену? Их выводят с савиток на палубу, накрывают брезентом, и потом расстрельная команда готовится в них стрелять. Вопрос, задача. Вот откуда взялся брезент, которым накрывают расстреливаемых? Откуда? Это что такое? Это где? Есть такие исторические прецеденты, чтобы расстреливали, накидывали на них брезент? Прецедентов нету. Каков смысл этого действия? Вопрос. Вот они накинули брезент, да? Значит, уже нельзя стрелять в сердце, надо стрелять просто как бы в сам брезент, потому что там под ним ничего не видно. Да? При такой стрельбе, как ты не стреляй, останутся раненые. Правильно? Их надо добивать. Значит, после этого надо подкинуть брезент и делать контрольные выстрелы в голову. То есть свои же товарищи-матросы должны будут после этой замечательной операции добивать своих же собственных товарищей выстрелную в голову. Вы когда смотрите, об этом думаете? Никто не думает. Абсолютно. Вот никто. Вот миллионы людей смотрят фильм, они об этом даже не задумываются. Рассказываю историю. У Эйзенштейна был консультант, морской офицер на этом фильме. И он ему рассказал, что вообще говоря, там иногда были редкие случаи расстрелов, тогда брезент подстилали. Застилали брезентом палубу. Зачем? Чтобы кровь была, значит, чтобы брезент впитал бы кровь и не нужно было мыть палубу. Вполне рациональное, да? Нормальное объяснение действия этого. И значит, он решил брезент набросить. Консультантом рвал металла, кричал, что такого не бывает, нас засмеют, над нами будут издеваться, это бред собачий. И значит, он сказал, если засмеют, так и надо. Значит, плохо сделали. К правдоподобию, к реальности это не имеет отношения. Надо сделать так, чтобы в это поверили. То есть, он четко понимал, что такого быть не может, в принципе не может быть. Но надо сделать так, чтобы в это поверили. И он сделал. Как сделал? Сделал действительно гениально. Что такое набрасывание этого брезента? Это аналог того же самого повешения, да? Когда на вас набрасывают, чтобы балакон на голову надевают, да? И когда он это делает, каждый зритель зали понимает, что это на него лично набрасывают этот мешок. То есть, секрет восприятия заключается в этом. Идентификация зрителям с тем, что происходит на корабле. Зритель уже полностью захвачен этим действием. Он уже не думает ни о какой реальности. Он думает только о том, что на него сейчас, но я утрироваю немножко, но тем не менее, это абсолютно такая реальная вещь. У Оскара Руальда еще есть стихи «Захлебываясь вот мешком предсмертной темнотой». Вот это вот ощущение, он гениально передает зрителю. То есть, вот это вот то, как делается кино. В таком, значит, в своем самым гениальном и одновременно самым, ну, я бы сказал, противоестественном варианте. Потому что он внушается то, что вообще говоря, внушать нельзя. Это неправда. Это ложь. То есть, говорить человеческими словами. Но такова пропагандистская задача. И он ее выполняет. Дальше. Переходим к знаменитому расстрелу на одесской лестнице. Значит, стоит на резевой ноте. Гуляющая толпа. Все празднуют. Вносит, внушается. Значит, там народ везет. Пятые, десятые. Возьмут являются солдаты, которые начинают палить по этой самой толпе. Не предупреждая. Типа, разойдитесь, а то мы вас постреляем. Кто отдал приказ? Зачем отдали приказ? Ничего не разъясняется. Просто то, что дано, того не требуется доказывать. Появляется толпа, и вы все поверили. Идут солдаты, стреляют, как по которым? По вам. По вам стреляют, потому что мы себя в этот момент идентифицируем с этой толпой, которая гуляет, которая... И вас бьют. То есть, срабатывает совершенно замечательно. Причем, как это все сделано? То есть, все это раскадровано. Там коляска, которая катится, падающая мать, этот убит, вся эта толпа, она расчленяется на людей, и вы переживаете смерть каждого. И причем это сделано, но абсолютно просто блестяще. Эти переброски кадров, эта камера, которая отслеживает эту коляску, это падение женщины, разбитые моноклии и так далее. То есть, все совершенно мощным образом влияет на ваше восприятие фильма. Оно вас давит и подавляет. Вот так работает кино. Вот это вот один из самых первых, например, такого пропагандистского иллюзиона. И Геббельс как раз больше завидовал именно этому фильму. Говорил, нам нужен наш национал-социалистический броненосец Потенкин. Они его сделали. Там у них было два, на самом деле, таких фильма. Но гораздо более слабые. Потому что была некая разница между фашистской идеологией и большевистской идеологией. Они оба там были кровавые. Они обе не считались людьми. Но разница была. Среди большевистов были фанатики веры. А среди нацистов, ну, фанатика веры была гораздо меньше. Они не верили. А в основном был такой цинизм исполнения приказа верховного начальства. И заштейн не почему приказа, на самом деле, не действовал, конечно же. Он в это верил сам. И передавал вам эту веру. И вы, ну и все. То есть миллионы людей во всем мире, они на эту веру абсолютно попались. Вот я вам показал приблизительный пример. Ну, такого вот. Значит, разбора фильма с точки зрения вот того, что делает режиссер с публикой. И вообще говоря, в этом и состоит задача критики. Значит, понимать, что кино делает с публикой. Как оно на него воздействует? Сейчас можете почитать там, как и Сталинград. Он у вас в Украине уже шел и собрал достаточно неплохую кассу. Сталинград во многом построен по тем же самым принципам, по которым действовал Эйнштейн. Просто у него так гораздо менее внятная пропагандистская цель его практически нет. Поскольку нет идеологии. Тогда была сильная большевистская идеология, сейчас ее нет. Но приемы, которые используют Базачук, они те же самые из Эйнштейновских приемов. То есть отвлечь глаза зрителя от того, что реально происходит на экране. И миллионы зрителей, они аккуратно смотрят эту картину, они на нее ходят и не видят того, что там на самом деле совершенно очевидно. А кто, кстати, смотрел Сталинград? А, один человек. Ну тогда, да, хорошо. Да, окей. Ну понятно, да. Хорошо. Ну я просто коротко сюда поясню. У нас одно из, я имею в виду, это не у вас в Украине, а у нас в России, все время говорится о патриотизме, о необходимости там, значит, вести патриотическую пропаганду, о том, что нужно военное воспитание и так далее. А как решить задачу военного воспитания фильм Сталинград? Ну казалось бы, там вообще простейшая на самом деле история. Наши советские воины захватили дом, выгнали с него немцам, и удерживают его, там были целые роты немцев. Вообще говоря, с военной точки зрения, если вы проходили вообще военную подготовку, то пять человек, хотя у них, конечно, есть преимущество при обороне, они не могут удержать никакой дом против роты. Это абсолютно невозможно. Тем более, если эта рота еще вооружена танками и артиллерией. То есть изначально ситуация бредовая. И, значит, каким образом Дорчук из него выкручивается? За счет эффектов. То есть там показываются, значит, там крутые рукопашные, в которых там наши солдаты бьют там по десятку немецких и так далее. Значит, там показано совершенно безумное соно в самом начале, когда... Ну, представьте себе, значит, река, значит, наши ее переходят и штурмуют берег, противоположный берегу. В это время немецкий оберст, то есть не оберст, а гаутман, ну, капитан, значит, взрывают склады горючего, который выходит расположенно прямо на берегу. Но никакие немцы никогда не расположат склады горючего на передовой линии. Это абсурд. Потому что любой выстрел с того берега все это дело воспламенит. Но, тем не менее, все очень эффектно. Он-то взрывает, значит, горючее обрушивается сверху на наших атакующих солдат, они превращаются в горящие факелы, с ног до головы облитые бензином, авиационным там или танковым, танковым дизелем, и в этом состоянии еще продолжают воевать. Да, 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 это в трейлере. Но, опять-таки, с твоей точки зрения, это полный бред. Значит, когда человек оказывает с ног до головы, он уже ни на что не способен. Прежде чем он превращается в живой факел, и тут же гибнет. То есть это вот, но тем не менее, сцена крайне эффектная. И, кроме того, там еще видно, но там самое-то смешное, не в этом. Самое смешное то, что у них горят спины у этих бойцов. Но на них-то горючее было, то есть падало с этой стороны, с лица. У них должна была бы загореться, на самом деле, передняя поверхность тела, а вовсе не задняя. То есть и там вот такого рода, значит, вещи, они на каждом шагу. Там финальная, скажем, сцена, значит, наши солдаты, когда немцы уже ворвались в дом, который они обороняют, они его уже заняли, и наши героически вызывают огонь на себя, чтобы все, если себя и немцев, сюда погрести. Вопрос, это простейший, почему они вызвали огонь раньше, когда немцы передвигались через площадь вместе с танками к этому дому? Было самое время накрыть их огнем, артиллерийским ударом. Нет, надо было выжить, пока они ворвутся в дом, и потом вместе с танками, ну и так далее. То есть, что происходит? Опять, вот такая вот абсолютно элементарная подтасовка, до которой, тем не менее, воздействие. Зрители идут. Сборы, ну не то, чтобы они не бывалые, но всякую, то есть, это вторые по величине сборы, которые были на советском кино. То есть, не советском, а после советского кино. Первое место, также заняла ирония судьбы с легким паром. То есть, повтор комедии Рязанова. У них было 50 миллионов долларов. Ну, это, наверное, в России соберет, я думаю, где-то миллионов, ну 40-45. Может быть, даже и прикольный, рекорд. То есть, вот вам манипуляционный эффект. То есть, за счет 3D-картинки, за счет взрывов, там, подсветки, музыки, бухгаламенте и всего прочего, зритель верит в то, что ему показывается. Хотя, так, если трезво снять все эти эффекты, останется, в общем, ну просто голая, общипанная курица. Ну, собственно, в фильме ничего нет, кроме этих эффектов. Но эффекты хорошие, так и стоит. И что такое киноведение? Я говорю так. Критики сортируют зерна, то есть, отделяют зерна от плевел, а киноведы взвешивают зерна. Взвешивают, то есть, и определяют дисклейтинг-бирочки, определенные, присылают определенные категории. Или подыскивают картинам определенные места в культурно-информационном пространстве. Вот, но первичная работа, это работа-критика, то есть, который отсеивает то, что заслуживает внимания с точки зрения искусства, от того, что такое внимание по его, опять-таки, критика мнению не заслуживает. Этот момент достаточно тонкий, потому что любой критик, он ограничен своим временем. Мы с вами живем в начале 21 века, у нас с вами определенное представление о мире. Не исключено, что через 20 лет придут другие критики, другие люди с другим восприятием, которые, значит, почитают наши критические статьи о фильмах, и скажут, да боже ж ты мой, что же они тут ерунду-то писали всякую. Вот мы сейчас по-своему все это раскритикуем. Ну, или, если это формулировать, значит, в виде афоризма, то афоризм будет такой, что история кино складывается из усилий критиков, которые пытаются отправить фильмы в небытие, и усилий киноведов, которые пытаются извлечь их обратно. Это вот, к сожалению, к счастью, такой вот перманентный исторический процесс. И мы сейчас видим, сказано, что критика 60-х годов нашего прошлого века, она похоронила достаточное количество фильмов, которые сейчас нам кажутся превосходными. Восточный коридор, например, картина, где, кстати говоря, украинская, нет, белорусская картина, в которой впервые был показан Холокост, вообще-то, вот так, виноградовая. Вот ее откопали киноведы, она была засыпана критиками, ее киноведы ее откопали, и теперь она ездит по миру, и люди просто восторгаются, как вообще можно было ее не заметить, пропустить и так далее. Фильм-источник такого режиссера Анатолия Грани, которого никто, вообще говоря, не знает и не помнит, а он ничего, кроме этой картины, не снял. То есть он снимал как бы все такое, но что совершенно невозможно уже смотреть. Не тогда было нельзя, не сейчас. А Источник, ну просто одна из самых крупнейших картин в 60-х годах. Как он ее снял, почему он снял, как бы неизвестно. Ну вот так получив и бывают такие гения. Гения на одну картину от Гружеда и Лиль, который создал Мерсельезу, был гением в одной ночи, об этом еще Степан Свегин написал. Вот так Анатолий Гранин оказался создателем одной, ну действительно, ну практически великой картины. И так далее. То есть это такая вот постоянная, значит, такая постоянная борьба между критикой, которая пытается из всего этого огромного потока информации выделить то, что является художеством и заслуживает зрительского внимания. Ну, по крайней мере, скажем так, влияние просвещенной публике. Вот. И при этом, естественно, прозевывает что-то. И киноведов, которые уже задним числом рассеивают все те же самые фильмы и награды из них извлекают то, что было раньше забыто. Такой нормальный процесс. Да, пожалуйста. Со временем художественный смысл произведения может измениться. Вопрос. Как это происходит? Происходит ли это в кино? Это я имею в виду визуальное искусство. Визуальное искусство. Желопись, скульптура. Меняется смысл произведения. Вот мы сегодня видим не то, что видели современники. Я вам скажу так. Что такое смысл произведения? Смысл вы получаете с помощью определенного рода интеллектуальных операций. Смысл как бы не дан. Вам дано изображение. В нем смысл извлекаете вы. Как вы это делаете? Вы определенным образом истолковываете произведение. Что такое толкование? Всякое толкование складывается из текста, контекста и ваших собственных предрассудков. Ну, предрассудков интерпретатора. То есть текст перед вами есть изображение, которое вы видите, как-то пытаетесь толковать. Вы из него безусловно исходите и никуда вы от него деться не можете. Можете как-то от него отойти, от него со стороны. Имеется контекст, в котором вы воспринимаете то, что вам показывается. Это контекст, это реальность, это контекст, другие произведения искусства и так далее. Еще имеется то, что сидит внутри вас, и чего очень трудно, потому что труднее всего понять, собственные предрассудки. за сутки. И поэтому в этом поединке между критиком и режиссером иногда выходит победителем режиссера. То есть, когда вы не в состоянии как бы охватить своим взором его логику, когда кто-то треть читает вашу рецензию или ваш текст об этом фильме, он понимает, что это не вы критикуете фильм, а фильм одновременно критикует вас. То есть, пока критик оценивает фильм, фильм всегда оценивает критика. С точки зрения того, кто читает эту рецензию. И поэтому надо читать рецензию таким вот образом. Если вы читаете еще там диндийный фильм, даже пытаться на него посмотреть. Кто кого на самом деле в этой игре берет вверх. И в этом смысле, значит, можно сделать очень простую вещь, скажем, сравнить профессиональную рецензию с рецензией, допустим, там, я не знаю, любого зрителя, который пишет в интернете. Вот там сейчас, я не знаю, ну, тысяча рецензий на фильм Сталинград. Что мы видим прежде всего, когда читаем, то есть, значит, что я вижу прежде всего, когда читают рецензии? Я вижу, что человек, который пишет, он совершенно не думает о том, что он пишет. И с какой позиции он выступает. Вот ему что-то не нравится, он ни секунды не думая говорит, а, Бондарчук негодяй там, сын своего отца там, делает по заказу там, набрал родственников и так далее, да? Он ни секунды не думает, зачем Бондарчук показывает вот это, то, то, там, другое, как он это делает? Как бы ничего такого нету. Он нам показывает, значит, то, что там русская женщина, значит, переспала с оккупантом. Как он вообще смеет нам это показывать? Наши русские женщины, все были честные, там, они сопротивлялись с оккупантом и так далее. Но это уже предел, так сказать, маразма, да? Это, ну, это просто Россия уже возвращается в тариктарные времена. Как когда Чухрай снимал там 41-й, что ему там, значит, вставляли первым делом? Как вы вообще смели показать, что Красная Армейка может полюбить классового врага? Это что такое? Наши Красная Армейка, она должна тут же пристрелить. Да, и она, в конце концов, ее пристрелила, но тем не менее, да, при очень драматических обстоятельствах. А что это показать в драматические обстоятельства? Она должна его холдогроном прихлопнуть, все, исполнен революционный долг. Примерно в таком, так сказать, роде это все толковали. Да, про Чухрая говорили, что он враг народа, потому что как он смеет такое показывать? Даже там доносы на него писали какие-то чудовищные совершенно. То есть сценарист фильма, 41-й, он, значит, написал, что вот этой грязной белогвардейской стрипней я не поставлю своего имени. То есть сценарист фильма, Колтунов, написал, да, 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 донос на режиссера. Каким еще нужно было сознанием для того, чтобы делать такие вещи? Ну, сейчас доносов нет, но тем не менее, вот эта девушка, которая пишет вот эти слова, о том, что он смел нам это показывать. Ну и так далее. А все эти ссылки, да, и отдельная категория. Зритель – это как бы очевидцы событий. Есть такое вред, врет как очевидец. Да, очень известная. Ну так вот, ты когда читаешь отзывы фронтовиков о военных фильмах, ты просто поражаешься. Неужели эти люди воевали? Неужели они что-то видели на фронте? Или вообще ничего не видели? Воевали с закрытыми глазами. Вот потому что они протестовали и против баллады о солдате, они протестовали и против фильмов Озерова. Сейчас они протестуют против фильма Бондарчука. То есть я, хотя мне фильм не нравится, я должен его защищать от ветеранов, которые пытаются его уничтожить. То есть, зрительское восприятие такое чрезвычайно шаткое, очень подвижное, очень изменчивая вещь. Сегодня одно, завтра другое. И самое главное... А? Я даже Михалкова буду защищать от подобного рода обвинений. Вот я был на телепередаче на российской, выступают два депутата. Один за другим говорят, Бондарчук снял антироссийский фильм. Второй говорит, это фильм вредительский, он вредит России. Не, ну за такие слова вообще надо просто бить. Я говорю сейчас, жалко, что Федя нет. Он вообще так ногой с разворота выдал каждому до посколе, чтобы заткнулись. Ну это безобъемненно. Как бы тут-то, при всем моем, не то что негативном, а критическом отношении к фильму, вот такого рода в СК надо просто запрещать. Ну нельзя, то есть есть вещи, которые нельзя говорить в цивилизованном обществе. Это не запрещает. А, да. Да, пожалуй. Есть масса фильмов, которые не соответствуют исторической правде. Вот. Ну, скажем, обычно фильм «Гладиатор», как пример. Ну не было там такого, там комода, император комод был совсем не тем, который там показан. Вот. Но фильм, тем не менее, замечательный. То есть фильм, вообще говоря, не обязан соответствовать исторической правде. Но внутри себя, внутри себя, он логичный фильм. Там все совершенно понятно. То есть кто, на какой стороне, что делает один, что делает другой, кто там предатель, нет, там нет никакой путаницы в этом отношении. Там нет противоречий, там бои показаны нормально. Значит, если ведутся военные действия, ну как, скажем, вот у старшего Бондарчука, у него есть такой замечательный фильм «Наполеон». Не «Наполеон» называется, «Ватерлова». Вот если его смотришь военного человека, то это замечательно снятое военное кино. Потому что Бондарчук ясно понимает, каковы военные действия сторон. То чего пытаются добиться англичане, как французы, значит, достроятся в Каре, почему эту Каре нельзя проткнуть, как погибает гвардия. То есть там все четко, ты смотришь и понимаешь, да, что, например, он был замечательным военачальником. Да ты понимаешь, почему его победили в этой ситуации, из-за чего. У младшего Бондарчука на экране ничего понять нельзя. Вот непонятно, зачем они действуют так, а не иначе. Хотя не составляло особого труда при наличии хорошего сценария. Все это сделать. Но в данном случае я считаю, что виноват и не Федор. Потому что его папа, значит, Сергей Федорович, он очень... Кто у него был сценаристами? И по кому он снимал? Он снимал по Пушкину, по Толстому, по первоклассным сценаристам. Они у него были. Он так... Его когда спрашивали, Сергей Федорович, а кто автор сценария? Борис Сокдонов говорит, Пушкин автор сценария. Кстати говоря, уж я не могу рассказать анекдот. Сняли, значит... Наши недавно сняли... Лет 10 тому назад сняли фильм «Ревизор». Повезли его в Канаду. Сергей Газаров, значит, снял. Ну и после фильма он выходит, слышит разговор двух канадских продюсеров. Они говорят, слушай, этот Гоголь неплохой сценарист. Надо бы ему что-нибудь заказать. Вот, ну, то есть... Сергей Федорович умел находить в себе подходящий литературный материал. А тут его не было. Я не знаю, почему вообще умнейший человек Роднянский, ваш вообще-то выходец из Украины, вообще замечательный, очень умный человек. То есть, почему он воспользовался с таким слабым сценарием, это вот для меня полная загадка. Я еще Леша об этом не спрашивал, но спрашиваю, это же очевидные вещи. Вот. А Федор делает то, что вот он как бы видит, его написано в сценарии, он снимает. Снимает эффект, ничего не скажу, в 3D, декорации, все такое, такое грандиозное. такой грандиозный, я бы сказал, бутафорский театр на экране создан. Принимать это за реальность в общем-то не очень можно, вот поскольку, чересчур все это как-то красиво и эффектно. На самом деле военные развалины так, конечно, не выглядят. Но тем не менее, он все это делал очень мастерски по-своему. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Дело в том, что вот, допустим, в России существует такая модель кино и кинокритики. Там кино как бы должно служить государственной идеологией. Потому что Россия, в принципе, тоталитарное государство. Но в Украине, как, впрочем, во многих европейских странах, такой модели нет. То есть здесь кино и кинокритика, оно маргинальное, оно более свободное о своем художественном и творческом проявлении. Вот что бы вы могли посоветовать как бы как альтернативная модель в общем государственной идеологии, службы государственной идеологии. Чтобы посоветовать что-то украинской кинокритике? Нет, другая модель, не идеологическая. Вот «Сталинград» это идеологическое кино. Не совсем. Ну там там нет определенной идеологии. Там, наверное, тоже наши победили немцев. Ну и все. Какая там идеология? Что он протаскивает? Какую идею он протаскивает? Извинственник, понятно, какую. А что протаскивает Бундарчук? Какая там идеология? Военное воспитание. А? Военное воспитание. Это антивоенное воспитание, потому что если воевать так показано в Сталинграде, то проиграешь любую войну. Ну, они об этом не знали. Это как бы зрители и критики так восприняли, а они старались сделать как надо. Нет, даже и не старались. Значит, то, что вы говорите, в определенном смысле правда. Российское кино, то есть советское кино было тоталитарным, потом на какое-то время оно освободилось от влияния идеологии, а сейчас это, к сожалению, снова возвращается. У нас же не министр культуры, у нас сейчас министр пропаганды. Этот господин Мединский, который, да, ну да, ну такой-такой мелкий депрессион, как я его называю, в общем, человек, который считает, что к нему должно выполнять заказ государства. Я так не считаю, да и всеми силами стараюсь противостоять этому, вот этому возрождению государственной идеологии в кино, потому что требования государства, как правило, противоречат требованиям искусства и противоречат зрительскому спросу. То есть каждый шаг по реализации государственной идеологии уменьшает количество зрителей на миллион, на два. По очень простой причине, потому что государство требует, какова цель государства? Чтобы его хвалили, чтобы власть в кино признавалась лучше из всех возможных, чтобы не было никакой социальной критики, чтобы было подальше от социальной реальности. Такой государственный заказ. Кто это будет смотреть? Кто будет смотреть на сугубо положение на герой, в которых нет ни одной отрицательной черты? Ну или, конечно, если посмотреть за стороны, там все будет отрицательно. Но так, формально говоря, их нет. Поэтому у нас в России достаточно такая тяжелая ситуация. У нас и власть несменяемая, и министры, похоже, тоже будут несменяемы. У вас в этом смысле вы нам показываете. Да, у вас, конечно, по свободнее гораздо. Да, пожалуйста. И сейчас вот их эстетику оценили и увидели красоту. В общем-то формально. Ну, Ленин Рюффеншталь это, в принципе, это нацистский вариант Верненосца Потемкина. В общем, то есть, ее самый главный фильм Триумф Воли. Ну, конечно, вот это. Он показывает внешнюю красоту. Ну, своеобразную, конечно. Там, по-многим уже сразу не понравится, но вообще говорят, влияет. То есть, когда толпа или масса на экране, масса вообще окажет гимнатическое впечатление на индивида. И она этим очень мастерски воспользовалась. Олимпийские игры, да, замечательно снято, хотя на самом деле, ну, то есть, там уже была идея их брикотировать, но просто так и не собрались европейские нации. Ну, как они так Гитлеру уступали, так они и тут им, в общем-то, уступили эту Олимпиаду, к сожалению. Ну, а как кино это снято абсолютно. Да, блестяще этот Гитлер, который спускается с неба, так, знаете, Вестник Божий, все такое, там эти посадки деревьев, эти факельные шествия, у Бодрчука горящие факелы, а там эти факельные шествия идут, всеобщий народный энтузиазм. Ну, еще Ром все показал, наверное, фашизм. Показал все это, как-то все похоже на то, что происходило в Советском Союзе. Да, пожалуйста. Как критиковать фантастику? Ну, как бы вы говорили про отношение времени, а вот как это фэнтези и мистики? Фэнтези совершенно, конечно, бессмысленно сравнивать с реальностью, это жанровое кино, надо четко понимать, есть кино реалистическое, есть кино жанровое, да? Если вы видите, что это жанровое кино, это сразу понятно по некоторым четким примерам, да? Вы заключаете с ним определенное соглашение, вы не занимаетесь сопоставлением фильма с какой бы это ни было реальностью. Вы его сравниваете с самим собой, внутри себя ловите. Насколько вот то, что вам показывают, во-первых, непротиворечиво, какова концепция автора, что он хочет вам сообщить своим фильмам? А? А? Значит, вы должны... Нет, так я и говорю, что сравнивать ее с реальностью не надо, но месседж, месседж, когда картина, он всегда имеет некое отношение как бы не к реальности, но он пытается на вас определенно повлиять, этот месседж. Он знает вам определенный вектор, и вы должны четко понять, куда он вас пытается повернуть. Он что оправдывает, добро или зло? Что он с вами делает, эта картина? То есть тут внутренний, конечно, анализ. И анализ, ну, то есть сопоставительный, насколько вот эта фэнтези интереснее, чем те, которых видели раньше. Что в нем оригинального? Это особенно у нас, что у человека критика, потому что критика, она в принципе направлена на инновационное кинопроизводство. Вы должны понять и объяснить как бы зрителям, почему это стоит просмотра, потому что раньше вы этого не видели. С точки зрения критики имеет смысл смотреть только то, чего раньше не было. Нет смысла там 10 раз повторяться и осматривать то, что уже 10 раз было. Ну, критик просто это вынужден делать, но он пытается это отсеять и показать то, что на самом деле стоит смотреть. Такая вот задача. Ну и в отношении фэнтези, в отношении любой другой картины этот прием в принципе работает. Еще вопросы? Да. Допустим, если я пишу критическую статью, пытаясь написать по экранизации. Допустим, вот зная законы режиссура драматургии, я смотрю экранизацию известного режиссера и я вижу зазор между литературным произведением и воплощением. То есть я имею право высказывать как бы варианты своего видения в статье или нет? Хороший вопрос. Относительно экранизации. Надо иметь в виду, что существует определенный закон. Он касается любого на самом деле перевода. Когда переводите с русского на итальянский или с итальянского на русский, допустим, когда вы переводите литературные тексты в видеоряд, то при этом действует так называемый закон дополнительности. чем ближе экранизатор подходит к одному аспекту произведения, тем дальше он удаляется от другого. То есть невозможно, ну как, это как пытаться, допустим, у вас есть шар и есть палка. Как вы можете прижать палку к шару, не изогнув ее? Вы это сделать не можете. Вы можете как-то так коснуться и все. Но при этом у вас там разные концы будут удалены от шара. Коснется одним местом, у вас другое удалится и так далее. Нечто подобное происходит и при экранизации. Но вы должны просто это фиксировать. Если вы видите, что режиссер отходит от первоисточника, то ваше право на это указать. Это не значит, что он делает плохо. Но вы должны это заметить и сказать, что Чехов писал вот так, а вы это интерпретируете вот так. и объяснить почему он так, то есть почему режиссер делает так и вправе ли он это делать или это ухудшает произведение. Это очень такие важные и тонкие моменты. И там грубо говоря, если вы четко идете за содержанием экранизированного произведения, вы должны будете уходить от формы, от его формы. Если вы будете сделать форму, вы вынуждены будете уйти от содержания, потому что абсолютно разные изобразительные средства работают здесь. Вообще говоря, то есть критика экранизации она одна из самых интересных на самом деле, потому что у вас имеется богатое поле для сравнений, имеется еще богатое для внутреннего анализа, еще есть богатое поле сопоставлено с другими картинами, с другими экранизациями и так далее. Но в принципе есть замечательные экранизации, которые уходят от первоисточника и замечательные, которые более или менее к нему адекватно приближены. Пожалуйста. Можете, пожалуйста, назвать фильмы, которые с вашей точки зрения наиболее сложные для критики, которые критику нужны на самый высокий уровень и фильмы, которые сложно победить критику? Нет, ничего проще, чем назвать. Александр Сокуров, например. Попробуйте поинтерпретировать его картину, вы столкнетесь с очень тяжелой проблематикой. Попробуйте объяснить Дэвида Линча, хотя бы даже разобраться с сюжетом Малхолланд Драйв, просто понять, что там происходит. Это же ребус. Самый настоящий пазл, который вы должны сложить в своем сознании. Один мой знакомый критик утверждает, что он единственный, который сумел этот пазл собрать. Я не очень уверен, что он прав, что я его так собрать не сумел. Ну, каюсь. Не все доступно. Вот, пожалуйста, два примера. Спасибо. Ну, и кроме того, то есть, вообще-то говоря, всегда надо понимать, правильно сказали, что у всякого фильма еще имеется некий метафор, но не у всякого, а у многих замечательных имеется такой метафорический или символический пласт. Надо еще в него вкопаться. С одной стороны, это самое простое, ну, потому что, что значит вытащить из картины метафорический смысл? Это значит, поместить ее в определенную рамку, например, скажем, в рамку философии Фрейда, в рамку фрейдизма, да, у вас получится определенная сексуальная интерпретация данной картины. Может быть режиссер и не думал об этом, но тем не менее это вполне можно вытащить. Я когда-то читал такую очень забавную статью про фильм «Два Федора». Ну, это старый фильм, где играет Шукшин, там, короче, там взаимоотношения между мальчиком и взрослым мужчиной. Какая-то значит, дама такая достаточно эзотерическая написала, что это в общем фильм о педофилии, так сказать, о совращении, о гомосексуализме и так далее. разумеется, Хусеев, когда прочел, у него волосы стояли дыбом от того, что можно заподозрить в нем все вот это. Вопрос стоит в том, это есть или нет? А вот она, она это просто нет ответа. Вот нет ответа на вопрос, это есть или нет? Понятно, что он не духом не имел в виду. А вдруг его подсознание что-то выдало. То есть всегда можно сошлаться на подсознание режиссера, который выложил что-то там такое. Я вам приведу пример из фильма 30-х годов. Он называется Талька тракчирщица. И там идея состоит в том, девочка такая бедня, кулацкая девочка мечтает вступить в пионерский отряд. Понял слово кулак, кулаки, которых там надо в общем враги народа. Короче говоря, она мечтает вступить в пионерский отряд. И она видит во сне что делают пионеры. Это себе представить даже невозможно, что они делают. Там пустыня, вот красный флагшток, пионеры вот так входят по цепочке вокруг этого и трубят в горном. То есть такое движение по кругу. То есть абсолютно символ полного абсурда вообще вот этого всей пионерии, всего чего бы то ни было. Это Решерт закладывал в картину, он это имел в виду. Да ничего подобного, он совершенно такой простой мужик, который снимал, думал, что это действительно какой-то возвышающий кадр, замечательный. А мы смотрим и думаем, боже мой, какое убожество. Вот. Или другой пример, значит, тоже очень хороший с этим еще относится к редактуре. Ведь тогдашняя редактура, она вообще разверствовала в отношении всяких отступлений от идеологии. Но этот кадр она пропустила, она не уловила его символического смысла. Значит, поэтому чем образованнее цензор, тем он хуже на самом деле. Если он будет понимать такие вещи, он и будет вырезать, а кадр на самом деле-то бесценный. Лучше, то есть этот кадр самый лучший в этой картине. В принципе, особенно бездарный. Да, а значит с Роланом Быковым он снимал фильм «Внимание черепахам», где дети там всю дорогу пытаются спасти маленькую черепашку и в конце концов выхватывают ее из-под танка. Значит, Быков… А? Нет, хуже. Дело в том, что он сдавал эту картину, по-моему, был 69-68 или 69-й год. А он сдает ее в Госкино. Ему этот самый главный редактор говорит, вы что показываете? Вы что, дураки тут сидят? Вы что, не понимаете, что вам хотели показать? Быков говорит, что? Как что? Маленькая, на букву Ч, а ее танками давят. Вторжение с авиавой из Чехословакии. Причем танковое вторжение. Ну, вот скажите мне, вы имел это в виду или нет? Но цензор, надо отдать ему должное. Абсолютно. Но это пример того, как цензура научилась за 50 лет, что прошли от танка, трактировщика вот этого фильма, вылавливать вредоносные смыслы из картин. Вот, значит, еще раз повторяю, вопрос о том, что вкладывал и что не вкладывал в решенство картину, вопрос, в принципе говоря, неразрешимый. Но это не означает, что не надо решать. Вы вольны предлагать свои интерпретации как бы того, что он хотел и что на самом деле получилось. Ну, решенство обычно говорит, что получилось, того и хотел. Но, это далеко не всегда, конечно, так бывает. для меня это такая духоподъемная картина, когда ты видишь человека, который может противостоять системе, как бы ты понимаешь, что отдельный человек способен на очень многое. То есть, по сути, это вот это вот абсолютно не тоталитарное кино. Это кино такого, это кино, сделанное в свободном мире. То есть, потому что, что такое советский герой? Человек, который действует по приказу. Ему приказали, и он там насмерть стоит и делает то, что надо. Никакой инициативы при этом нет. Он не свободен, он скован абсолютно. Валенс абсолютно свободен. Он идет против всех, против системы, против своих, когда это надо и так далее. Это, конечно, абсолютно вдохновляющий и восхитительный пример. Ну и кроме того, вы знаете, все-таки, Вадя идет уже под 90 лет, а он снимает такое качественное, такое уверенное, крепкое кино. И насколько хорош Винскевич. То есть, актер, который играет в Альянсу, в общем, вполне ровно знать, там, Цибульскому, Альбрыхскому. То есть, тут видна традиция польского кино. Да, пожалуйста. А в польском кино? Вот такой фильм классика польского кино «Пепел и алмаз». Я его, к сожалению, только недавно посмотрела. Я увидела там очень много смысла, увидела, в общем-то, в принципе, какой смысл хотел, чтобы режиссер вложил, чтобы видели тогда и какой, в общем-то, где-то он подразумевал. Там много каких-то слоев. Вот как вы на этот фильм смотрите? Ну, я бы не сказал, что восприятие критика как-то он сильно изменился. Просто дело в том, что когда о нем писали в то время, то писали, ну, критик же тоже чувствует на себе лапу цензуры. Он понимает, что там, чего-то он написал, ну, представляется, он при советском строении всегда понимал, что вот это написать нельзя. Я говорю, что для меня он не видел, что для меня в него смысла не добавилось. Как я тогда его воспринял и понял, так и сейчас. То есть, я не вижу никакого, какого-то превращения я не вижу. для меня уже тогда было понятно, что против чего бьется этот человек. он для меня, он для меня и тогда был герой, мне для меня не имело значения, что он формально принадлежит к врагам советской власти. там показана просто драма человека, который оказался в мире, который совершенно уже не подчиняется тем законам, по которым они жили на войне. Он уже в другом мире продолжает действовать по старой инерции, продолжает... ну так они не зря погибли, а? Почему непонятно, что начнем понять? мне не казалось... так, секундочку, я понимаю, что тогдашняя критика, там, польская и советская, конечно, она так и писала, что это бессмысленная гибель, и там подчеркивают, что он гибнет, там, на помойке, а не где-нибудь там, случайно, что на застреленной, что это справедливое историческое возмездие, но я всегда был антисоветчиком, сколько я себя... ну не сколько я себя помню, лет, с 13, значит, я смотрел вполне это адекватно, я понимал, против чего он сопротивляется, я понимал, что, против чего он борется, для меня он тогда был героем, и сейчас остался героем, то есть, вот и во мне, в этом смысле, ничего не изменилось, как когда я смотрел «Ту великолепную семерку», знаете, такой великий вестер, «Ту великолепную семерку»? Кто смотрел? Ага, понятно. Не, ну, что выходить, начиная, поколения меняются, это был фильм, который совершенно потрясся, там, все поколение советских мальчишек, там, в 1912 году, это был первый вестер, который был выпущен на советские экраны, я впервые увидел настоящих мужчин, то есть, опять-таки, мужчин свободных, которые не действуют почему-то приказу, приказу начальства, они действуют во имя идеологии, они действуют сами по себе, каждый из них совершает свой осознанный выбор, ну и кроме того, как они там ходили, как шляпы, я до сих пор, шляпа сейчас, я пришел уже без шляпы, вот это в память о том фильме, то есть, фильм на самом деле оказывает мощнейшее воздействие в этом отношении, так вот, «Великолепная семерка» и вот этот фильм, «Вайда» показывал, что сопротивляться этому режиму можно и нужно, только в «Семерке» это было сопротивление бандитам, но эти бандиты на самом деле как эти самые, как вот те экспроприаторы, которые у вас устроили голодомор, они вытаскивают крестьян зерно, а что делают эти мексиканские бандиты в фильме «Семерка»? Они тоже экспроприруют зерно у крестьян, я с самого начала было понятно, что это совершенно мощный такой, да, анти-антиколлективизационный фильм, антисоветский в глубине своей. Но разумеется, те, кто его смотрели, либо они были очень хитрыми, решили дать их мы ее пропустим, либо просто не усмотрели этого смысла. Совершенно верно. Это историческая трагедия, уже наступает как бы период, в котором ему нет просто места для жизни. То есть, молодой парень, но не может войти в эту новую действительность, он предпочитает погибнуть в каком-то смысле, чем жить в этой системе. Я вот хотел вас спросить, а вы смотрели фильм «Жизнь Лили», который на Каннском кинофестивале занял? «Жизнь других»? «Жизнь Лили» на Каннском фестивале заняла главный приз. Отель? В смысле? Ну да, но она у нас выходит… А нет, она у нас только выходит в прокат, а я не был в этом году в Кане, поэтому не смотрел. Я еще бы хотел спросить, если вы не смотрели, вам не кажется, что сейчас есть какой-то западный такой большой запрос на пропаганду гомосексуализма во всем, ну как бы в кино? Есть такое мнение, как вы считаете? Понятно, да, вопрос понятный. Ну смотрите, в кино все всегда сгущено и сконцентрировано. Ведь очень мало фильмов, которые не строятся ни на каком конфликте. Ну, я там, скажем, я и человек по дороге с кем-то разговаривает, с кем-то встречается, идет там какая-то семейная жизнь такая относительно, те, относительно мирные. Таких фильмов меньшинство. Большинство заточено на драмы, на то, что непривычно, на то, что вызывает резкий интерес. Почему? Количество преступников в кино гораздо больше, чем в реальной жизни. Сколько у нас имеется фильма преступников, и сколько, как бы, и сколько, со сколькими из них мы встречаемся в жизни. Понятно, что процент несоизмеримо, и как он несоизмеримо выше. Поэтому любая, сколько-нибудь острая тема, да, она тут же начинает в кино разбухать. И занимает там гораздо больше, и отвлекает гораздо больше внимания, чем на самом, вернее, чем происходит в реальности. Говорить о пропаганде можно только так что, что вы имеете в основном пропаганда? Я общался с человеком, который там тоже ездит, ну, как бы, не имеет непосредственное отношение к кино. Вот она говорит для того, чтобы попасть на любой кинофестиваль в мире, ну, вот, любой, стоит снять фильм о лесбиянках или геях, и ты там, ну, в любом случае будешь. Но сейчас есть такой запрос, ну, эти фильмы интересны, и их специально протаскивают. Ну, безусловно, фестивали существуют, вернее, фестивали формируют определенные заказы. Заказ на определенное кино. Прежде всего, на кино острое, на кино, переступающие границы. Границы обычной морали, границы искусства. Это такая функция инновационного фестивального кино. Надо просто обратить внимание на то, что это фестивальное кино смотрит очень небольшая простойка людей, реально, в мире. Блокбастеры собирают гораздо больше зрителей. А блокбастеры, как правило, все традиционно, все нормально, все правильно. Этот фестивальный заказ существует. Такой, не то, что это заказ, просто зрители понимают, ага, этот фильм про, значит, про хороших бандитов имел успех, дай-ка я сниму фильм про хороших бандитов. Ну, разумеется, такое побуждение есть. С другой стороны, имеются отборщики кинофестиваля, которые смотрят этот фильм и говорят, ба, так нам уже такое показывают, чем мы это будем показывать еще раз. И все, и ваша гомосексуальная тема прикрыт нам, а мы это уже видели, мы это на хвостном фестивале показывали, вы нам еще не другое покажите. Это тоже есть, это тоже действует, поэтому говорить о том, что фестивали пропагандируют какое-то такое кино, они ничего такого не делают. Они всегда рассчитаны в достаточно маргинальную, ну, в общем понятии, достаточно узкую аудиторию. Это фестивальное кино. всего лишь. И кроме того, это всего лишь кино, опять-таки. Ничего не поделать. Вы знаете, тут ничего, вот с этими ничего поделать нельзя. Как бы вы ни старались там показывать, аккуратно показывать фильм о преступности, вы никогда не гарантируете, что какой-нибудь издиот не возьмет пример главного бандита, не пойдет кого-нибудь пристрелит. И после этого, разумеется, вся пресса будет писать, ах ты, боже мой, он посмотрел такой-то фильм, скопировал это, там, убил пять человек, давайте запретим все кино. Мы живем в такой ситуации, когда вы не можете запретить это кино. Вы можете запретить режиссера это делать, а он ходит, ему это интересно, он это делает. Вы никогда не застрахованы от того, что это не произойдет. Скажем, там фильмы, скажем, о сексуальном насилии. Существует большая дилемма, что происходит, когда человек смотрит фильм, в котором показано сексуальное насилие. С одной стороны, он освобождается в зале от своих комплексов, он мог бы совершить преступление, но посмотрев этот фильм, он получил адекватную разрядку в зале. Этого нельзя исключать. А с другой стороны, это часть того, что он посмотрел, ага, этот затащил девушку в подворотне, а там и значит, давайте я тоже сделаю то же самое. Это такой двунаправленный процесс, который вы не можете контролировать. Вы можете все запретить как бы напрочь, но я думаю, вы с ним тоже не согласитесь. С ним пойдем, ну, а как? То есть способа бороться с этим нет. А? Я понимаю, тогда нельзя показывать вообще ни одного отрицательного героя, потому что с ним он может взять пример. Так, давайте, давайте, ну, так, все, договорились, давайте запретим. давайте запретим все кино напрочь. Кстати, вопрос по поводу запретим кино напрочь и небольшой комментарий вот для вас. Я просто переводчик, я к кино не имею отношения, непосредственно там где-то какие-то переводы на каких-то встречах и так далее. Я зритель, я просто хочу задать такой вопрос. Во-первых, комментарий к вам. Я была в Лондоне некоторое время назад, вместе с представителями нашей милиции, которые четко занимались программой, которая называется полицейская работа с маргинальными группами. Ну, в данном случае, в контексте социальном, маргинальные группы это проститутки, как мы это называем, там и так далее. Когда наши полицейские сказали слово проститутки, поднялся страшный ужас и буча, и нам сказали, что это не проститутки, это работницы коммерческого секс-бизнеса. То есть это было так принятое в Лондоне правильное отношение к этим женщинам как commercial sex workers, то есть те люди, которые в коммерческом секс-бизнесе. С точки зрения вот такого понятия, мне кажется, кино довольно манипулятивно. И когда вы говорите, что давайте это все запретим, мне вот интересно ваше мнение, как кинокритика, как человека очень подготовленного, образованного в этом вопросе. Ваше видение перспективы, развития вообще кино как такового, как индустрии, как некого социального явления вообще, будет ли развитие в дальнейшем и как. Потому что я вижу, что это будет ДТН какой-то. Потому что я очень давно слышала отношение к театру, что театр умер. Теперь я слышу то же самое, что кино, художественное тоже умерло. Вот ваше мнение. Спасибо. Не, ну вы правы. Когда появилось телевидение, вообще говорится, о смерти кино заговорили, когда появилось телевидение. О смерти театра заговорили, когда появилось кино, и так далее, и так далее. Это обычный, нормальный обывательский разговор. Когда появилось 3D, то стали говорить о том, что обычные плоские фильмы уже сниматься не будут. Все фильмы, значит, Все фильмы у нас придут на 3D и так далее. Такое действительно бывает, скажем, когда появился звук в кино, то немое кино, это было великое особое искусство, оно практически исчезло. Хотя иногда реанимируется. Фильм «Артист», который вы смотрели, или там был еще один фильм испанский, про девушку Матадора, забыл название, они пытаются возродить традиции немого кино в чистом его виде. И эти имеют успех. То есть, опять-таки, руководствуясь инстинктным подражанием, которое режиссер, конечно же, присутствует, наверное, появятся еще и другие. Что касается, значит, последняя новация, несомненно, 3D. Вот, и, конечно, все жанровое кино перейдет на 3D, потому что оно гораздо эффектнее и дает вам гораздо большую иллюзию реалии. Оно гораздо больше всасывает вас в экран. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 В вашей фамилии соединяется слово «green» и «way». Русское выражение «зеленая дорога» означает «свободный путь». Вот я хочу спросить, был ли вас путь за скулья свободный?» Так. Он отвечает. Сначала рывни ответить. Почему у вас улыбаются губы и не улыбаются глаза? Такой «пах». Значит, я так, я говорю. Так. Потому что губы у меня одной национальность, а глаза другую. Ну, что примерно соответствует реальность. Вот как. Это многое объясняет. Но на что же в таком случае я должен смотреть? На вашем ресторане ваши глаза. Готово. Отдаем. Теперь я говорю. Смотрите одним глазом в губы, а другим глазами. Почтение сложится, и вы получите правильное целое. Вас волнует? Вас волнует правильное видение. Да. Я собираюсь снимать фильм о ремкинке. У него, оказывается, один глаз почти не видел. И он воспринимал мир другим глазом. Это тоже многое объясняет его точно. То есть я выступил за его любимую тему. Он на них поехал. Тогда я, например, на следующий раз. Говорят, то ли грека было стигматиком. И это многое объясняет. Сейчас многие из стиховеров, изучающие видения художников, интересуются физиологией зрения. Зрения. Литинную долю информации люди получают глазами. Я говорю, известно, что зрение, осматривающие экран или графон, движутся весьма, приходят к неприятливой траектории, от которой зависит восприятие произведения. То есть вы как-то видишь, что движение глаза по картине. То есть подбиваешься. Вот такое. Очень интересная траектория. Они такие центрированные, так руками расходящиеся, потом обратно в центр. То есть очень интересно, как человек рассматривает реальную картину. Он говорит, я считаю, что художнику лучше иметь один глаз. Два глаз – объемное изображение. Это противоречит тому, что экран и картина двумерные. Если вы видели контракт рисовальщика, то там изобрели специальный аппарат, который делает зрение монокулярным. Наверное, кино должны снимать циклобы. И смотреть его тоже должны циклобы. Это его фронт 3D-фильма. То есть, как видите, есть люди, которые всегда будут предустоять в таком менстримовской тенденции. Чем больше будут снимать 3D, тем больше будет нарастать сопротивление. И люди будут снимать, буквально говоря, монокулярное кино. Так я говорю, монокулярное кино текотеет к декоративности. Оно менее эмоциональное, чем пинокулярное. Изреза художники столько работают над передачей пространства на плоскости. Из этого выросла система линейной перспективы. Кино и телевидение должны стремятся стать трехмерными. Он говорит, я скептически отношусь к попыткам представить плоский экран окном в мире. На самом деле экран не окно, а рано с толстом, на котором что-то изображено. Необычная такая картинка. А что мы скажем еще несколько лет, когда иллюзия трехмерности в кино станет максимально полной? Скажу, что это тупиковый вид развития искусства. То же самое говорили адепты немого черно-белого кино при чистых заходах звука и цвета. Однако человечество уже может истерить и сломать цветное звуковое кино. А черно-белое сломать от киноманов и киногритики. Он говорит, у собаки четыре ноги. Зачем ей пятая? Я говорю, чтобы читаться на бегу. Он говорит, но с точки зрения природы пятая нога бессмысленная, иначе у собак головы у тебя слабо. Я говорю, что человечество постоянно исправляет и улучшает природу. И породы тоже, в том числе собачьи. Однако вы совершили культит. Только что протестовали предуследование природы, а теперь встали на природную точку времени. Я люблю культит. Вот то совершенно точно. Это главное, что он сказал. А искусство, которое стремится, возможно, более точно мотивировать природу, вы сами назвали иллюзионистом. Что хорошего вы иллюзия? Настоящие художники не иллюзионисты. Иллюзионизм – путь людей. Но ведь, я говорю, со времен Аристотеля считается, что искусство – это венесис, то есть подражание природе, он отвечает. Гораздо более точенным инструментом, чем глаз, является мозг. Именно он и создает настоящее искусство. Я говорю, мозг – инструмент мышления. Мышление осуществляется в понятиях, и в понятиях выражаются в словах. Поэтому в кино существует тирания слова, к борьбе с которой вы не раз призывали. А он действительно как-то все равно говорит, что тело у нас заговорено, надо снимать чистые картинки и так далее, и так далее. А с другой стороны он говорит об удовольствии. «Потому что художник должен мыслить и словами, и образами». Я говорю, это невозможно. И само понятие мышления образами всего лишь образами не мыслит. Он говорит, человек изначально мыслит образами. Когда вы были ребенком, вы еще не знали слов, но вы уже мыслили. Чем? Конечно, образами. Я говорю, что словесный ребенок не мыслит, как не мыслит животное. Мышление появляется значительно позднее, чем в словах. Поскольку ему необходима так непонятивный аппарат, а не только слова, обозначающие конкретные предметы. Ну, вы понимаете, да? Это вот такое вот, такое магическое заговаривание кругу словами, на самом деле. Хотя, конечно, есть определенный случай. Но занимаясь его сердцем, это невозможно. Он не попроявляется, он не попроявляется. Он не попроявляется. Мы так уже плавно начинаем двигаться к концу. Спасибо. 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 У вас есть там мужчина и там все время ему раздается на звонок, он там говорит... Да, дорогая, да, это я... Да, на спектакле. Кто играет? Ну, я Андрей Брюгский. Ну как так, ну так себе, значит. И кладет рыбам, опять звонок, опять то же самое и лето-поляк. Они выходят на антаркты, значит. Троицая ему говорит, слушай, Даниэль, я сейчас выйду на сцену, возможно вам мобильный телефон а ты мне позвони когда я когда когда я выйду на сцену ну чё она выходит на сцену начну не звонит значит она говорит да 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 в театре до играю не все замечательно то во втором идиот который все время хватает на мобильнику вот так закрыл лицо руками можно вопрос да пожалуйста насчет фильма жизнь отель значит в канах помимо в основном конкурсе там же есть 2010 года там создана секция значит для лгб это фильмов если вы утверждаете что нету пропаганды этой тематики то почему туда в основной конкурс взяли этот фильм кашиша жизнь отель жизнь отели да в кану был взят этот фильм и показан в основной секции в конкурсной программе 2010 года вы знаете что там есть секция значит для лгб это фильма если вы говорите что нету такой вот пропаганды этой тематики то почему туда значит не взяли этот фильм именно общий просмотр да мы как мы говорили о той тематике что что есть темы которые лоббируются значит вот узкая прослойка как вы назвали значит европейскими фестивалями и вы говорите что вот ну что ж мол запрещать вообще кино я говорю что нет не надо запрещать просто отделить одно от другого вот так как бы есть функция критики так хорошо вы смотрите фильм скажем горбатая гора там по дух до кого у которых я смотрел до до комосексуально вы смотрите фильм там двух женщин которые друг друга любят я смотрю фильм про двух женщин которые любят друг друга все и они смотрят мне мне совершенно не интересует они одного они пола разных они пола ли он на моей замана инопланетянка он и не знаю там землянин и так далее меня просто два существа которые друг друга любят и для меня это хорошо снятая картина то есть ну вернее для людей которые и смотрят и отбирают программу это просто очень хорошо снятое кино и не отбирать его именно поэтому если бы там был фильм про любовь мужчины и женщины такого же качества а кстати говоря он был фильм любовь который убедил на прошлом кинофестивале ткани до фильмов михаила каннике там любовь то старика и старухи опять-таки вы не думаете штампом старик и старуха вы думаете что два любящих человека а ведь там наверняка была куча там фильм который не взяли в тот конкурс на гомосексуальную тематику на них для чего-то на фестивалях вводится секция для лгб это фильмов и какие фильмы туда должны попадать если по такой тогда какая секция еще раз лгб тфильма а так все нетрадиционные значит и сексуальными чем так а так такая секция имеется на берлинском кинофестивале там есть даже приз называть золотой тэдди на всех больших фестивалях такие секции да что вы говорите вы знаете я беру кучу фестиваль и вот там буквально вот на на одном берлинском такая секция имеется в канах молодость специально там да да потом видами специальные фестивали там лесбийского и гомосексуального кино не ну понятно но я говорю что и в канах есть такая секция так я в этом году в кане не был но раньше такой секции не было 2010 год уже три года ну хорошо значит вы лучше вот то есть я не собираюсь сами спорить если она есть ну значит она есть хорошо хорошо просто я говорю о трендах кино и говорю что это тоже цензура только еще более агрессивная цензура в каком смысле они что цензура это запрета здесь наоборот идет продвижение и так я не пытаюсь хорошо если мы допустим устроен на кинофестивале там секцию криминального кино это что будет пропаганда преступности почему нет неправильное сравнение потому что почему неправильно сайте чем он неправильно потому что есть фильмы для для детей есть фильмы анимационные хотя сейчас тоже уже они вводятся в основной конкурс на все равно есть какое-то разделение для этого она и делается для того чтобы человек пришел и увидел свой как бы микро такой вот как вы сказали мир так вот я же говорю что функция критики в томе состоит какое отношение мы делаем по поводу того или иного явления в кино так хорошо давайте он так давай тогда выскажусь уже по существу этого этого вопроса значит пропаганда гомосексуализма в принципе существовать с моей точки зрения не может вот потому что гомосексуализм или это вернее однополая любовь она заложена у вас генах вот у меня ее нету и никаким образом вы из меня гомосексуалиста не сделаете как я полагаю наверное из и из всех остальных тоже это пропагандировать это совершенно бессмысленно просто по определению 1 а как пропагандировать это болезнь альцгеймера давайте будем пропагандировать болезнь альцгеймера вот нам показали кучу картины нам будут говорить про пропаганду в этой болезни что ли или как я не говорил о болезни ну я считаю что это неправильное утверждение говорить о том что как вы сказали вы не считаете что гомосексуализм генетически заложен или что у вас какая точка зрения на эту проблему да я так не считаю ну вы знаете медицину читать ножку другому медицину много лет читала по другому а сейчас под давлением у таких вот фильмов в том числе я считаю что пропагандировать это это невозможно раз а показывать это необходимо в той мире в которой существует человеческом обществе и ничего плохого в этом вот совершенно не являясь примерно до однополой любви и не очень любят смотреть такие фильмы я тем не менее говорю это абсолютно допустимое легальное нормальное зрелище все вопросом как это сделано я прошу прощения в чем выберем это я не понимаю в чем составит вред вот мне объясните в чем состоит вред что что так если фильм берется в основной конкурда берется не поэтому берется это по художественным соображениям прежде всего тема всегда играет тогда вторичную роль в отборе вторичную а то что они пока внутри себя там есть действительно очень слабое кино которое но это их выбор они имеют на это право инвалиды могут обидеть я не знаю там люди дизайбл персс имеют право создать себе секцию и показывают на фильмы такие же как они это совершенно естественно это право человека и с этим правом вы ничего сделать не можете да пожалуйста по поводу этого такое же право имеет молодой человек задать подобные вопросы и в общем отстаивать свое мнение даже спасибо большое что все-таки среди молодежи есть определенный процент критично настроенных подобным вещам скажем так мнение имеющих я просто хотел сказать что вот мы пришли к вопросу о борьбе некоторых форм нравственных моральных так сказать христианская мусульманская и так далее я хотела к вам как критику обратиться видите ли вы контекст ментальности есть англо-саксонская ментальность есть славянская ментальность и так далее это же тоже все очевидно кино это как рефлексии отображение того где мы живем я не могу сказать что есть универсальное кино то что вы сейчас прочитали замечательное на мой взгляд интервью с петром гринвэем который в общем объективно очень прав и говорит великолепно о том что нас на что нас ждет впереди на самом деле учитывая что так сказать приоритеты у них то наша задача как-то отстаивать какое-то свое мнение свой взгляд и свое видение для того чтобы как составить какую-то я не говорю о конкуренции но скажем так респектабельное отношение скажем масло уважительный но другое так вот по поводу морали и нравственности ваше мнение о том хотелось бы как критика насколько это перехлёстывается встречается и какая-то сказать основная идея вот скажем в тех фильмах которые идут и и зачем и вообще потому что молодой чеку совершенно объективно задал вопрос зачем почему потому что существует мгновенно мощное количество программ социальных которые меняют тенденции традиционного отношения к определенному населению там и так далее я понимаю что их надо уважать я понимаю что надо таким людям относиться с пониманием но существует какая-то основная там в обществе основа или стержень который как данной ментальности характере надо ли это по ваши по вашему мнению сохранять или нужно с этим бороться и делать что-то другое простите за такой многогранный подход но я постаралась сформировать как это очень тяжело объяснить почему идет сейчас такая борьба морали разных религиозных нравственных социальных структурных и так далее и тому подобное если если что-то не так сказала я могу еще раз попробовать я понимаю нет ваша 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 на хорошую диссертацию докторскую спасибо да поэтому если я буду отвечать то наверное не но если я отвечу коротко процитирую оскара уайльда нет книг нравственных или безнравственных книги хорошо и плохо написаны вот для критика позиция критика вот такая есть кино хорошо сделано из кино плохо сделано что касается значит а морали функция кино состоит том числе и в том чтобы расшатывать традиционную мораль да 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 существовала существовала туда существовала гомофобия значит вот и повышенный процент там фильмов на гейскую тему он отчасти обусловленным желанием бороться с гомофобией вот который я считаю вообще говоря злом вот на пропаганда при этом опять-таки я подчеркиваю то есть вы вы вольны критиковать эти фильмы сколько угодно и говорит не хочу смотреть а где значит создавать там я не знаю там лобби людей которые кричат не хотим чтобы нам этого показывали вам до показывать не будут они запутся в коми царай будут показывать себе эти фильмы никита михалков нету он самый главный такой тем не менее когда он он будущий директором московского кинофестиваля до вынужден вы в ком смысле вынужден показывать такие фильмы они скажут да вы что как это как это можете не показывать лучших картин которые получили премии там то там то и там то да это определенного рода давление он не должен подчиняться этому я считаю что правильно потому что москвичи имеют право это посмотреть кто хочет тут и смотри кто не хочет все очень просто на самом деле я бы не советовал скажем допустим показывать по телевизору в прайм-тайм это бессмысленное занятие эта картина не для прайм-тайма но в час ночи для интеллигентных лепчим посмотреть об долгих и шиши или там другие фильмы или там наверное райдера вендоров фастбендеров как у которого тоже очень много этой самой тематики но картинка замечательная при этом значит если вам не кажется все все поколовано плохими только потому что там люди не традиционной ориентации но можно поделать совершенно другого там что другая любую ноги я не понимаю то есть почему любовь до то есть безусловно гонофобия в том числе но они уничтожают а чего больше это это знаете вопрос и логический но по моему засыпали слышно этой самой тематики думаю что мы тут договоримся я не возражаю против ваших взглядов значит но считаю что такое кино имеет право на существование если вы показывают его покажут по художественным соображениям прежде всего они причем они потому что какая-то там острая или болезненная тема то есть там есть замечательные эпизоды вот бы не все с моей точки зрения и я сказал пире георгиевне что мне было то что лично мне было бы интересно если бы она взяла какую-нибудь классическую пьесу и чтобы разные насчет актеры разыгрывали ее по-разному каждый раз складывая другие смыслы что если бы это был некий общезначенный пьес, то это было бы гораздо более богатая тема но она не согласилась она сказала нет странная у вас точка зрения вот я снял так как я хотела снять это именно то что мне необходимо но повторяю мне там понравились далеко не все эпизоды вот те где играют замечательные актеры в самом деле которые скрадывают заведомо специально убого написанный текст вот те мне понравились да те мне понравились а другие ну как бы ну часть из них мы составляли гильдии вот на сайте кинопресса.ру там есть список лучших российских фильмов вот за все время да что касается списков зарубежных фильмов то их существует бесконечное множество я не считаю необходимым писать свой список потому что ну возьмите на самом деле любой из них и вы там найдете превосходные картины их их есть они друг от друга чем-то отличаются все эти списки но тем не менее там в этом все что необходимо там у вас будет и филини и хичкок и не там и позолений и михалков там будет да 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 и все что угодно вот ну что значит вот так могу сказать следует книга вообще как продается она правда дорогая 300 гривен но это 20 до толстых тома желающие иметь могут получить вместе с автографом автора желающие приобрести вот и кроме того многие из вас еще помнят что такое школа я там работаю 10 лет в школе правда вот сюда в российской не в этой самой вот такая называется жизнь шкрабов тут всякого рода школьные истории собраны вот она гораздо более дешевая всего лишь на 150 гривен так что есть желающие то пожалуйста можете приобрести если нет туда большое спасибо я уже приговорил личных 15 минут с вами было очень интересно вот желаю вот так вот так я уже все